В немецком языке существуют две формы прошедшего времени – perfekt и präteriton. Различаются они между собой функционально. Perfect – это прошедшее разговорное время, а präteriton – это прошедшее время письменных текстов. Perfect – мы употребляем в устном разговоре, в переписке, в мессенджерах, имейлах, то есть в диалоге, в том числе письменном. Präteriton – это прошедшее время для письменной речи. Используется в газетных статьях, книгах, художественных произведениях, историях и монологах о прошедших событиях, когда действие никак не связано с настоящим моментом. Однако глаголы haben, sein, все модальные глаголы и глагол wissen употребляются в форме präteriton и в устной речи. В перфекте эти глаголы практически не используются. Форма «перфект» состоит из двух частей. С помогательного глагола «habен» или «sein» в спрегаемой форме и при части прошедшего времени партизип 2. Разберем последовательно каждый элемент формы. Вспомогательный глагол «sein» употребляется глаголами движения из одной точки в другую. «Der Vogel ist gestern mit einem Brief geflogen». «Ich bin mit Pizza zu Ihnen gefahren». С глаголами изменения состояния. «Gester bin ich um 8 Uhr morgens aufgewacht». «Er ist Diplomat geworden». С глаголами «sein», «werden» и другими глаголами-исключениями, такими как «bleiben», «begegnen», «passieren». «Wir sind für den Sommer in der Stadt geblieben». «Wir sind uns neulich im Krankenhaus begegnet». «Ich weiß ehrlich nicht, wie das passiert ist». «Это основное правило». «Однако есть ряд важных тонкостей». «Rяд глаголов движения могут употребляться как со вспомогательным глаголом «sein», так и с «haven». «Сравните». «Ich habe heute eine Stunde im Schwimmbad geschwommen». «Сегодня я час плавал в бассейне». «Die Sportler sind in den See gesprungen und bis zum anderen Уfer geschwommen». «Спортсмены прыгнули в озеро и доплыли до другого берега». «Во втором случае движение происходит изначальной точки к цели». «В первом примере с бассейном можно употребить и «habн», так как движение к цели нет, есть движение на месте». «Однако и здесь можно использовать «perфект sein». «Другой пример». «Das Бärchen hat den ganzen Abend zusammen getanzt». «Парочка танцевала вместе целый вечер». «Die Jugendlichen sind auf dem Bürgersteig bis ans Ende der Straße getanzt». «Молодые люди протанцевали по тротуару до самого конца улицы». «Во втором примере снова подчеркнут конечный пункт движения, поэтому используем вспомогательный глагол «sein». «Если глагол «движение» или изменение состояния имеет объект действия в вакуозативе, то он образует «perфект» со вспомогательным глаголом «habн». «Я объездил на своей машине всю страну». «Я поехал в Германию на машине». «Переходные глагол образует «perфект» обязательно с «habн». «Возвратные глаголы» тоже имеют объект, действие направлено на самого говорящего, поэтому такие глаголы также образуют «perfект» с глаголом «habн». «Он между тем очень изменился». «Глаголы «liegen» – лежать, «sitzen» – сидеть, «stehen» – стоять, обозначающие сохранение состояния, а также зеркальные и переходные глаголы «legen» – класть, «sitzen» – сажать, «stellen» – ставить, следует употреблять в «perфект» только со вспомогательным глаголом «habн». Это литературная норма немецкого языка. «Das Buch hat auf dem Tisch gelegen». «Ich habe das Notizbuch auf dem Tisch gelegt». «Masha hat auf einem Stuhl in der Ecke des Raumes gesessen». «Die Mutter hat das Kind auf das Sofa gesetzt». «Die Stehlampe hat auf dem Balkon gestanden». «Du hast eine Blume auf das Fensterbrett gestellt». «Не забывайте про глаголы исключения «bleiben» и «begegnen». «Wir sind gestern zu Hause geblieben». «Wir sind Maria noch nie begegnet». Итак, Format «perfect» состоит из двух частей. Вспомогательного глагола «haben» или «sein» в спрегаемой форме и при части прошедшего времени «partizип 2». Со вспомогательным глаголом мы разобрались. Давайте перейдем ко второй части формы, при части «partizip 2». Общее правило образования «partizip 2» для слабых глаголов. К основе глагола прибавляем приставку «ge» и суффикс «te». Например, «gemacht», «atmachen», «gesagt», «atsagen», «herstellt», «atstellen» и так далее. Если это слабый глагол с отделяемой приставкой, то мы вставляем «ge» между отделяемой приставкой и основой. Если это слабый глагол с неотделяемой приставкой, то приставка «ge» вообще не присоединяется. «Bemalt» – «at bemaln», «erlerned» – «at erlernen», «verpasst» – «at verpassen» и так далее. «Патizip 2» без приставочных сильных глаголов не образуются по единой схеме. Это нерегулярные глаголы, и их «partizip 2» надо запоминать. При наличии у сильного глагола отделяемой приставки мы действуем точно так же, как и со слабыми глаголами. Мы вставляем приставку «ge» между отделяемой приставкой и основой. Если это сильный глагол с неотделяемой приставкой, то приставка «ge» вообще не присоединяется. «verstanden» – «at verstehen», «erfahren» – «at erfahren», «zerschlagen» – «at zerschlagen». Также приставка «ge» не присоединяется к глаголам на «eren». «Informiert» – «informieren», «studiert» – «studieren», «repariert» – «reparieren» и другие. Глаголы с двумя приставками. Если у глагола есть две приставки, отделяемые и неотделяемые, то «ge» при части прошедшего времени не будет. «Vorbereitet» – «at vorbereiten». «Mitbekommen» – «at mitbekommen». «Anerkannt» – «at anerkennen». «Abbestellt» – «at abbestellen». «Perfect» с глаголами чувственного восприятия и «lassen». «Это правило распространяется на глаголы восприятия» «sehen», «hören», «спören», а также на глагол «lassen», когда они выступают как модальные, то есть в паре с основным, смысловым глаголом. «Er hat sie ein Lied singen hören». «Ich habe den zukommen sehen». «Das Mädchen hat ihre Haare schneiden lassen». «Ich habe das Auto reparieren lassen». «Здесь глаголы не имеют самостоятельного смысла», а образуют составное глагольное сказуемое с другим смысловым глаголом. Поэтому в «perfекте» действуют правила двойного Infinitiva. «Perfect» с модальными глаголами – правила двойного Infinitiva. «Modальные глаголы в «perfект» сочетании со смысловым глаголом не образуют партизип 2, а остаются в Infinitiva». «Ich habe das Auto reparieren müssen». «Но возможен и другой контекст ситуации». «Ich hätte das Auto reparieren müssen». «Wir haben an dem Seminar teilnehmen dürfen». «Но возможен и другой контекст ситуации». «Wir hätten an dem Seminar teilnehmen dürfen». «Ich hätte nicht zu spät kommen sollen». «Но возможен и другой контекст ситуации». «Mein Chef sagte, ich habe nicht zu spät kommen sollen». «Надеемся, что мы помогли вам разобраться с образованием прошедшего времени «perfect». Если остались вопросы, обязательно напиши нам в комментариях, и мы обязательно ответим. Bis bald! «Ну и второй, теперь sculpt» «Подписывайтесь на наш сим 사�remente tin». «Да». «Не знаю». « random масло «пок瑤ль». « arkimming» «п confronted». «onents вamm TRABA» «能 следить» «вы передачи». «Не смысл», «ε engagement», « rains Found».